Нам выдали пакеты, а там внутри у нас водичка, тетрадки, красивый каталог, книга красоты и миру наших народов. До начала мероприятия сколько, Саша, осталось? 15 минут, мы уже заняли свои места, мы вообще под небесами в Олимпийском, я скажу, такие не очень удачные места, но тут уж выбирать не приходится, но зато видно всю сцену, все видно, все перед нами. Сегодня день будет насыщенным, до 6 часов, да, у нас? А, до 7 часов у нас идет мероприятие здесь, будем слушать успешных лидеров. У меня какое лицо синее, красивое такое. Смотри. А это землячка, землячка. Смотрим, насколько работает хорошо приближение камера. Все отлично. Нужно рассмотреть. Сейчас. Команда фотографируется. Команда фотографируется. Команда фотографируется. … ПЕСНЯ 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 Мы обнаружили кошку. Одна убежала. Одна убежала кошка, вторая убежала. Ее даже фотографируют. Она большая, такая вообще толстая. Да, местная, наверное. Всех артистов видела? Бедная не знает, куда ей деться. А, вон вижу, вон вижу. Тоже пришла на мега-форум. В России было успешным и активным. И это важная возможность развить свой бизнес. Поэтому мы призываем всех наших лидеров, и вы первые лидеры, которые слышите об этой акции, сделать это лето летом лайф. Так как мероприятие было 5-7 часов, мы решили перекусить. Нашли единственное кафе, что в такой стойку, где продается овощной салат. И вот сейчас мы перекусили. Мы перекусили, сейчас снова идем в зал. Времени у нас, не знаешь, сколько? Сейчас, наверное, часа 2 уже. И до 7 часов уже будем на мероприятии. А это работает на фотосессу. А давай здесь пройдем? Чем? 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 Да. Да нет, не зонят. Чем не зонят. Да. Да. Среди фотографируются. Общаются. Вся история компании. Да. Да, документipping промахло. Скажите, fibre poets. Да. Вся история компании. Да. Это компания Рюкзэ. Это платье Томины Полежаевой, в котором она получала премию. Это уже раритет. Здесь переводится платье Томины Полежеевой. Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Катались собачки, акробаты, было классно. Вот чтобы для вас вот это мероприятие не было именно разряд таких шоу, а чтобы именно оно получилось для вас каким-то толчком, отправной точкой. Потому что у вас же нет пока еще такого перечного результата, и что-то всегда служит тому, чтобы человек начал быстро действовать. Ну вот это одно из тех мероприятий, которые спустят вот такую вот отправную точку в бизнесе. Поэтому не упустите вот этот момент. Вот сейчас неделя, две, три, все поуляжется, все в страсти поуляжут. Ну, выходили буряты, ну ничего, я не такая, да? Или там выходили такие, все, 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 поуляжется плавненько, и все, и опять в свою зону комборта. Вот чтобы пока вас все вот это раздраконило, надо делать, действовать. Прямо сегодня, прямо сейчас в автобусе, и вот пока будете ехать, уже начинайте звонить. Говорят, слушай, у меня для тебя там супер предложение сейчас. Давай встретимся, созвонимся, спишемся. Не завтра, да, что решения принимаются вот в один вечер. То есть как бы решение, оно принимается, ты можешь быть в бизнесе до этого сто лет. Но как бы решение принимается одномоментно. Ну, все, баста. Вот я смотрю, кстати, конгресс, ой, конгресс, золотая конференция в Валенсии. Вот очень много в Абхазии тоже, в Кушо вы говорили. В Валенсии копчен для всех стал очень переломным. Я тоже помню, что я приехала в Валенсию, Вероника у меня была спутником, и мы сидели, и я смотрела на это все, и у меня было такое бешеное чувство злости на себя. Я думаю, блин, там стоят тоже молодые там парни, девчонки. У них получается, а я что, там стояли Родионы, которые пять званий тоже в году закрыли. Ну, тоже там, примерно моего возраста, ребята. И я думаю, а я-то что в вату катаю там, да? Я-то что сижу здесь, как это, знаешь, на задворках, в пенсии там какой-то уже, да, тоже сидишь, смотришь. И все, и мы тогда приехали, стали делать наш реактив. В октябре мы запустились, ну и как бы вот, да, сейчас у нас в том, когда мы, вот на прошлом даже мегафоруме взять, нас было 60, по-моему, да, человек. Сегодня нас почти 200, то есть мы только на мегафоруме увеличились в три с лишним раза, да? То есть как бы это говорит о том, что в следующем году у нас на банкете тоже будет, ну, много, да? Если вы, это все зависит от вас, то есть как бы вы, правильно, как мама, да, говорит, либо пришли, посмотрели, понравилось, о-о-о, круто было, да? Или вы приняли решение, что, блин, ну все, я сейчас сделаю. Тут, ну, всегда будут люди, которые посмотрели и ушли, и будут обязательно те, кто принял решение. Вопрос только в том, в какой группе будете выхать. Немножко огорчило то, что там нет таких лет 50, 60, 70, ну нет их почему-то там вот и все, да? Почему-то вот в этот момент, в этот раз вот они не вышли. Но сколько там молодежи до 40 лет, да, там 25, 30, 40, да? То есть вы сейчас, в этот момент его тоже можно упустить, да? Потому что следующие там, тем, которым по 10 лет, они подрастут, да, когда будут немножко въезжать в то, что мы им предлагаем. Но на это тоже уйдет лет 7. А вот этот момент тоже его можно упустить. Вы сейчас это не упускайте. Кто-то ведь рынок этот делит сейчас, да? И люди к кому-то уходят, но они не помогут сейчас, пока вы активнее начнете работать. Не бойтесь, не стесняйтесь, я вам хочу сказать, что мы сегодня с Женей, с Машей и с Настей приглашены на супер-пупер закрытую молодежную училищу, которая состоится в каком-то супер-крутом ночном поле, в глубине Москвы, потому что мы там растущие, мы молодцы, поэтому мы вас покидаем. Я думаю, мы вас приглашали, что вы, как я думаю, так, вы все сейчас на свадьбу. Говорят, да я не одна, я тут с вами родственниками, да, но это очень все. Но, к сожалению, это не в моей власти, я вас приглашаю на всякие наши командные мероприятия. Вот Арифлэшка прошла, да, следующий, вот Конгресс-миссер, и мы едем большой командой. Следующая Арифлэшка, скажите, она у нас уже приедет. Следующая Арифлэшка у нас в юбиле, но я пока как бы... Так что вы собираете чемодан уже сейчас, уже похуйтесь. Мы пришли перекусить. Цены, цены, смотри, цены. Цены, я вам скажу. Как в Европе. Дешевле чугунный мост купить. Это называется у нас Summit House. Барный в меню какой-то, чай в чайнике. Надоело же, да? Чай 400 рублей. Чувак, 400 чай? Не, наверное, ничего. Да, 400-500 миллилитров, 400 рублей. Смотри, вот эти. А вот сочек очень вкусно. Ой, вы что это? Какое-то другое меню смотрите. А нет такого? Вот обычное. У вас барное. Вот обычное, да, надо смотреть. Смотрим. Я вот это, наверное, хочу. Сыр, кузин, красиво. Аппетитно прям. Мы только на цены посмотреть. Цену поглотайте. Ты выпей, а я потом посмотрю. Ты закажешь и ешь потом всей семьёй два раза. Ты всё-таки спаска, да? Вот они начинают, говорят, ты-то куда полез? Да зачем тебе так? Вот чем я тебе могу помочь? У меня тоже такие есть. Вот если я знаю, что мне в 10 часов или в один звонит девчонка, значит, она не просто так мне звонит. Я говорю, мне приехать или... Ну, да, то есть вопрос такой. Нужно сейчас? Она говорит, не, не, я сейчас вот тебе по такому вопросу звоню. Это чёрный чай. Пожалуйста, пожалуйста. Друзья всё-таки, мне кажется, вот истинные друзья, они не начинают там критиковать. Ой, там вот, что у тебя там или муж не такой, или жена не такая, или работа не такая, или бизнес не такой, или так далее, да? Ну, чем я тебе могу помочь? Ну, кусок мыл ты можешь заказывать? Покупать не в магазине, а у меня, например. Вот тебе что там за 30 рублей купить, что у меня? Я тебе ещё на дом его привезу. Да без проблем, я всё равно покупаю. Вот настоящий, вот мы, это, знаете, вот бизнес наш, чем он хорош и, может быть, чем плох. Здесь его как можно плюс и как минус рассматривать. Он вот, знаете, всё расставит на свои места. Он индикатор, вот безусловный индикатор. И даже вот, ну, родственников, и то он расставит на свои места. То есть те, кто говорят, там, сестра, например, какая-нибудь двоюродная, там, говорит, слушай, ну, я всё равно покупаю гель для душа и мыла. Мне всё равно, где тратить деньги. Работать я не буду, но покупать её без проблем. Ну, какая разница, мне в ленте, в магните, или в каком-нибудь сетевом магазине, или здесь потратить. Это вот, знаете, вот я когда начала здесь работать, это вот действительно индикатор был такой, или друзья подруги, вот, например, ты с ними общаешься много-много лет, и вдруг я прихожу к ним с предложением. Говорю, слушай, я уже не говорю там о кремах, может быть, человек уже выбрал себе какой-то тренд какой-то, не хочет. Вот мыла, мыла, обычная гель для душа. Ну, что ты, я не знаю, моешься, ну, не знаю, с золотыми какими-то там, я не знаю, вкраплениями, что ли, ты моешься обычным пенищем средством. Чтоб чистый был, да запах приятный. Ну, так ведь, ну, так мы гель выбираем. В основном по запаху, да, вот, особенно женщины. Вот начала, когда, только начала работать в Арифлеем, опыта никакого не было, понравилось. Ну, я, куда муж, туда я. Если бы он сейчас куда-нибудь его, не знаю, в Камчатку поставил, я бы поехала, не спрашивай. Потому что я знаю, что я с ним не пропаду точно. Ну, а потом, ну, не знаю, все, что он делает, может, и были какие-то, но я понимаю, что он всегда улучшал нашу жизнь. Даже были какие-то провалы в бизнес, он начинал сколько раз. Были, на миллионы попадали. Все это было, но я понимаю, что это он не делал ради какой-то развлекухи. Он всегда хотел, говорит, слушай, ну, ведь есть другая жизнь. Ну, сколько я буду там в строю? Я уехаю в Москву деньги зарабатывать. Купили квартиру, я его два года не видела. Все, купили квартиру. Ну, я два года мужа не видела. Ну, как, он приедет. Я разобрал полы, а сделать не было времени. Она ходила по доскам, понимаешь, лагерь лежала. Он привезет, деньги положит, два дня побыл. Мы с ним там посмотрели друг на друга, да. А извините, нам возраст, да, нам было там по 35 лет. Естественно, да, хочется, чтобы муж был вообще каждую минуту с тобой рядом, да, и внимания, и там, я не знаю, чувства безумные, и все. Хочешь, ну, какой там Москва? Ну, он что, поехал деньги зарабатывать? Купили трехкомнат. И вот сейчас я начинаю анализировать, какой ценой. Да я бы лучше два года, я не знаю, вот с ним пошли. Это вы когда уже купили, начинаете анализировать. А когда у вас нету этой квартиры, вы по-другому подумали. Знаешь, Кристина, вот сейчас, Андрей, у тебя сколько лет? 29. Ты в 29 лет узнал про сетевой маркетинг. Я узнал про него в 37. Сейчас мне 50, и я живу очень хорошо. Это самый прокурор. Представляешь? А ты уже в 37 можешь жить так хорошо, как я вот сейчас живу в 50. Например, я видел себя на сцене. Ты понимаешь, насколько... Да, Шеймардановым им что там, 30 с чем-то, да, по 400 тысяч? Мне тысячи, по-моему, наверное, у вас есть. 30 есть им точно. Есть у вас есть? Ну, конечно, они Наташкин ровесник. Да. Ну, она же с ним на молодежку с первой, когда они золотой закрыли. Я к тому, что вы настолько счастливее нас, что раньше об этом узнали. Мы еще этого не понимаем, потому что вас уже... Потому что вам еще не присядут. Нет. Потому что вы уже добились, и вы решили, что вот, вы могли сделать больше раньше. Знаешь, потому что к 37 приходит осознание, что ты ничего хрена никому не нужен. Мне кажется, сейчас уже и раньше. И Зина правильно говорит про друзей. Потому что, знаешь, раньше у нас вот в моей еще молодости, или в такой статности уже, да, вот в 30-40 лет, был такой тест на дружбу. Ты позвони своему другу и скажи, слушай, я тут кредит беру на 2 миллиона, ты будешь у меня поручителем? Понял? Я понял. Ты будешь у меня поручителем, и ты увидишь, как сколько у тебя друзей сольется. Те люди, которых ты считаешь истинными друзьями... Запомни, мы очень часто покупаем ненужные вещи на деньги, которых у нас нет, чтобы понравиться людям, которым мы безразличны. Смотри в зеркало, и именно там находится человек, который искренне желает тебе добра. Понимаешь? Почему я сейчас так, с таким запалом тебе все это рассказываю? Андрю, в моей жизни прошли тысячи людей. Ты можешь быть тысячи первых, а можешь быть первым. Если наши мысли совпадут, если мы одним духом пропитаемся, мы будем друзья на всю жизнь. Потому что нас объединяет одно дело. Если нас по разным причинам, вот не хорошо, не плохо, это не свяжет, то мы с тобой через полгодика вспомним, как мы посидели в чиханях, и каждый раз зайдете по своей жизни. И таких людей у нас здесь было тысячи. Опять же говорю, не хорошо, не плохо. Просто у тебя есть выбор, в каком мире жить. Общаться с людьми. Вот если тебе приятно со мной общаться, да? Понимаешь, я, может быть, говорю какие-то резкие вещи. Помнишь фильм такой? Его, наверное, все смотрели. Называется он герой на судьбе, на судьбе. И вот он говорит, у нас хорошая профессия, вы учитель, я доктор. Я очень часто делаю людям больно, чтобы им потом жилось хорошо. И вот мы с Зиной пытаемся в любом диалоге где-то тебя кольнуть, где-то тебе вот сломать руку, понимаешь? Чтобы ты понял, что, блин, а мир-то не такой прекрасный, как нам его рисуют там в телевидении, или не такой плохой, наоборот, как нам его рисуют в телевидении. Но я, вернее, но я лично, вернее, ты лично, можешь сделать свой мир лучше настолько, что все остальные, условно говоря, захлебнутся с луной, если она тебя мудрится. У гостиницы Лиссабона. И с чем? Лиссабона. Документы где? У меня в сумочке. Нам дали номера, то он на завтрак. И мы пойдем сейчас изучать состояние. Назавтра будет манная кашка. Нет, три в одном будет, кофе три в одном. Мы ехали в поезде, у нас был Якобс три в одном. Кстати, так неплохо. Я аж три раза попила. 213 номер, второй так же. Так же ключи, талоны на завтрак порой. Электронный ключ, да? Спасибо. А Wi-Fi нам еще напишите? Там есть. А есть, да, уже? Спасибо. Большое. Есть и 13. Да, второй этаж. Налево, пожалуйста, проходите сразу. Придешь, не будешь. Есть и 12. А у нас 213. Там все равно, я у нас что-то наделаю. Лист нет, лис. Налево. Второй этаж, да? Лист есть, да? Второй, да? Можете не спуститься, нажать на третий, и опять же не спуститься. Нет. Между этажами. Либо так. Либо пешком, да? Между этажами. Хорошо. Зим, 212. Что это? Шидите, не ждите. Что значит, что-то про лифт он сказал? Лифт, говорит, может спуститься, и между этажами он будет, видишь? Вот, видишь? И нажать на третий, и тогда спуститься. То есть он дойдет между вторым и третьим, и спуститься. Не понял? Да мы дойдем. Лифты между этажами. На второй этаж нам надо, да? Да, лучше дойти. Да, и спокойно. Так, ищем номер, 213. 210. 211. 212. И вот наш. Открывай. Пахнет вкусно. Каким-то ароматизатором. Пахнет сверхпетельным воздухом. Дешевым. Видно, что ли, как? Выключены электроны. Да, стучитесь. Поэтому недорогой. А? Поэтому и дорогой. А что, дорогой? Две комнаты, потому что. Да мы так же, да. Помнишь, как смашка-то? Да. Такой же был. Точно в таком же даже, может, она не была. Ну, так себе. Конечно. Простецкая гостиница. Простецкая гостиница так. Конечно. Сельская гостиница. Простецкая гостиница. Простецкая гостиница.